Сегодня пройдет заседание наблюдательного совета образовательной платформы Россия. Страна возможностей. Его возглавляет президент Владимир Путин. И сейчас к нам присоединяется гендиректор НКО Россия. Страна возможностей Алексей Комиссаров. Не знаем у него все подробности. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Накануне в НАПСовет вошли еще пять человек из правительства. Какие функции выполняет сам совет и в чем его миссия? Спасибо большое. У нас наша организация не только образовательная. Главная задача, которую перед нами поставил президент три года назад, когда создавал ОНО «Россия. Страна возможностей» это содействие социальным лифтам. Но если проще говорить, как сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране мог реализовать свой потенциал. И наблюдательный совет это главный орган, возглавляет наблюдательный совет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И наблюдательный совет задает главные ориентиры, ставит задачи, проверяет исполнение тех поручений, которые были даны. И действительно сказали, что в НАПСовет вошли дополнительные члены. И все они уже так или иначе сотрудничают с нами, мы с ними сотрудничаем. Они помогают реализовывать вот эту задачу, задачу самореализации молодежи прежде всего. Поэтому я уверен, что для нас это такое ценное приобретение. Платформа работает, действует три года. Вот сколько проектов сегодня она объединяет и каковы результаты работы за этот период времени? На сегодняшний день у нас 26 проектов. Но, наверное, самые известные такие наши флагманские проекты – это лидеры России для управленцев, это большая перемена для школьников, цифровой прорыв для тех, кто работает в IT-сфере и многие-многие другие. Объединяет уже миллионы людей. Мы сегодня на наблюдательном совете подведем итоги этих трех лет, скажем, расскажем о результатах, цифрах, фактах, поделимся со всеми. Я надеюсь, что можно будет следить за заседанием наблюдательного совета в прямом эфире. Так что все телезрители тоже смогут узнать все подробности. Алексей Геннадьевич, вы уже упомянули о конкурсе лидера России. И сегодня, возможно, будет дан старт новому сезону. Что нового ждете в этом году? Мы надеемся, что сегодня НАП-совет поддержит действительно старт нового четвертого сезона. Наши участники, потенциальные участники уже заждались, хотят скорее в бой. Мы будем говорить о новых направлениях, которые появятся в этом году. Но объявить об этом сможем только по завершении наблюдательного совета, в том случае, если наблюдательный совет эти направления одобрит. Поэтому после этого с удовольствием расскажем. И в конце марта планируем старт конкурса. Ну вот я думаю, о чем мы точно можем говорить об итогах прошлых лет. Сколько финалистов и полуфиналистов конкурса уже получили в свои высокие назначения? Если говорить про конкурс лидера России, то 270 человек из участников конкурса поднялись на новые ступеньки в такой карьерной лестнице. У нас среди участников есть и губернаторы, и завестители федеральных министров, и вице-президенты крупных компаний, и главные врачи больниц. В общем, нужно много и долго перечислять. Но мне кажется, что самое главное, самое ценное, это не то, какие должности получили эти люди, а то, что все они и многие другие участники конкурсов делают все для того, чтобы и жизнь других людей становилась лучше. Нас участники волонтерят, помогают пожилым, помогают детям. У нас вот сейчас идет активно проект «Взлетная полоса» вместе с Народным фронтом, где мы помогаем детям из неполных семей, детям-сиротам после школы поступить в вузы, не бояться взять новую ступеньку развития. И вот это вот самое-самое ценное, то, что повторюсь, что наши победители думают не столько о себе, сколько о других людях. А как вы оцениваете итоги конкурса «Цифровой прорыв»? Много ли интересных проектов удалось реализовать его участникам? У нас «Цифровой прорыв», напомню, что в 2019 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый хакатон в мире, а в 2020 году удалось даже увеличить количество участников, 94 тысячи человек вовлеклись в этот проект, около 6 тысяч решений они создали, причем я напомню, что такое вообще хакатон. Это 48-часовое соревнование, когда в течение двух суток ребята фактически без сна, без отдыха, вот за такой короткий срок создают новый продукт. И часть из этих решений уже внедрены, внедряются в компаниях наших партнеров. Мы очень благодарны партнерам, потому что для нас одна из главных ценностей «Цифрового прорыва» в том, что там задачи не учебные, не придуманные кем-то для того, чтобы провести конкурс, абсолютно реальные. Это те вызовы, которые стоят перед компаниями-партнерами, те вопросы, которые нужно решить с помощью современных IT-технологий. И наши ребята с этим прекрасно справляются. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что мы общались с главой некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Продолжение следует...